Даже метра нет. Ну что там, здесь полметра. От края остановочного павильона до самоката полметра, а должно быть минимум пять. Правила размещения самоката в районе диагностического центра нарушены. Возле Барнаульского вокзала тоже есть к чему придраться. От самоката до пешеходного перехода два с половиной метра. Вдвое меньше, чем положено. Сдвигают самокаты на безопасное расстояние. Делают это депутаты в ходе рейда. В порядке исключения. Ответственность за хаотичную парковку лежит на шеринговых компаниях. Они должны наводить порядок за клиентами, которые порой бросают самокаты где придется. Представители шеринга заверили, что в считанные часы самокаты будут убраны. Постоянно, практически круглосуточно работают наши сотрудники. Они расставляют самокаты, проводят техническое обслуживание самокатов. И, соответственно, выставляют их по всем нормам по улицам. Работа эта не прекращается. Она постоянная. А постоянная она почему? Потому что не все пользователи выполняют правила, которые установлены администрацией. С июня этого года в Барнаульской думе после многочисленных жалоб горожан утвердили правила размещения средств индивидуальной мобильности. По правилам они должны размещаться в строго отведенных местах и не нарушать расстояние от, например, пешеходного перехода, от остановки. Расстояние должно удерживаться 5 метров, от пешеходного перехода 5 метров. А также они должны находиться на тротуарах шириной менее 2,25 метра. На сегодняшний день в Барнауле свыше 2000 самокатов. Со стартом теплого сезона они буквально заполонили городское пространство. Многие оценили удобство передвижения на них. В то же время другие жители стали жаловаться, что пройти по тротуару стало сложнее. Спустя несколько месяцев после утверждения правил размещения в городе стало спокойнее. Сейчас, с учетом нашей совместной работы с руководителями прокатов электросамокатов, а также внесенных изменений в правила благоустройства, мы видим, что ситуация на самом деле стабилизировалась. И у нас жалоб комитета за последние 2 месяца практически вообще не поступает. Какие-то совсем единичные случаи. За нарушение правил парковки рублем не наказывают. Но власти готовы, если потребуется, выйти с инициативы административного воздействия в краевой парламент. Мы считаем, что необходимо проработать и законодательно то, что не могут применять депутаты. Не можем внести решение мы, депутаты Барнаульской городской думы. Но, скажем, в части, если идет несоблюдение этих требований, то необходимо, конечно, какое-то наказание. Здесь нужно нам предусмотреть. Напомним, помимо остановочных павильонов и пешеходных переходов, самокатчикам также запрещено парковаться на газонах, цветниках, велодорожках, а также на территории памятников и мемориалов. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.